Эверест Им удается дойти до самого пика горы. Так, во время восхождения проходят и молебны, где буддийские монахи просят духов горы быть и милосерднее к альпинистам. На успешное восхождение на Эверест требуется 60 дней. Дух рассчитывается на два месяца. И вот там, значит, нынче погода нас не баловала. Была почти каждый день до обеда зима. Вот, смотрите, такая картина, да? Вот, очень так заваливало снегом, очень холодно было. Проблем по пути восхождения на Эверест хватает. Это и экстремальная погода, температура минус 60 градусов по Цельсию и кислородное голодание. Мариане Кыргыз до самого пика не хватило всего 192 километра. Теоретически покорение Эвереста можно осуществить за несколько дней, говорит альпинист. Но экспедиция продолжается намного дольше, поскольку главное правило альпинистов – постепенность. Чтобы избежать приступов горной болезни, подниматься на очередную высоту рекомендуется мягко и плавно. В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка известного тувинского художника-камнереза. Кемерол Дангаг, заслуженный деятель искусств Тувы и обладатель множества художественных премий, привез в Кузбасс персональную выставку «Ожившие камни». Кемеровчане получили возможность познакомиться с произведениями камнерезного искусства, прославившими на весь мир республику Тува. В Кемерово скульптор-монументалист привез также копию композиции из черного материала «Серпентинета» – украситель, бронзовый оригинал, который находится перед Национальным музеем имени Алданмадр. На открытии Кемеровской выставки, приуроченной к 55-летию художника, он присутствовал лично. Одним из ярких моментов вернисажа в столице Кузбасса стал его авторский мастер-класс, где каждый желающий мог попробовать научиться резать камень агальматолит и делать из него фигурки. Стоит отметить, что в запасниках музея хранится более 70 предметов камнерезного искусства Тувы.